Дагестан – первый регион ВСКФО, который получил санитарный вертолет в рамках нацпроекта здравоохранения. Теперь летучая скорая помощь будет экстренно доставлять пострадавших в медучреждения. И в то же время врачи прямо на борту смогут оказать первую медицинскую помощь пациентам. Вертолет со временем будет оснащен всем необходимым модульным оборудованием. Более подробно об этом в сюжете Хамзу Нурмагомедова. Новый вертолет Ми-8 развивает скорость до 250 км в час. Спасатели смогут оказать экстренную помощь взрослым и детям даже во время полета. Для этого на борту будет установлено современное медицинское оборудование. Все то, что необходимо для того, чтобы эвакуировать пациента с оказанием квалифицированной помощи, с элементами даже специализированной. Это очень важно, что пациент во время эвакуации будет получать всю необходимую медицинскую помощь. По словам специалистов, машина способна совершать полеты на дальние расстояния без дозаправки. На борту одновременно могут находиться 12 пациентов. Опытные пилоты национальной службе авиации в среднем за день перевозят по стране 30 человек. Мы с большой радостью сюда пришли. Надеемся, что будем здесь работать долго и плодотворно. Поэтому, с учетом того, что у вас очень сложный район, особенно для полетов, думаю, что мы сможем помочь людям, живущим в республике Дагестан. По крайней мере, мы сюда приехали не просто так, мы приехали помогать людям. Вертолет пришелся по душе и главе региона. Владимир Васильев лично осмотрел воздушное судно и поздравил всех дагестанцев с этим важнейшим контрактом. Этот вертолет позволит значительно сократить количество смертей в отдаленных частях населения нашей республики. Главная задача у нас проекта оказать своевременную помощь каждому. Хамзан Магомедов, Усаса Гагереев, телеканал ННТ, Махачкала.